Сейчас я соберусь. Это не день, а какой-то машаналий. Жень, расскажите, пожалуйста, про какое-нибудь новогоднее блюдо, которое вы готовите. Все же хотят повторить ваши чудеса. Повторить, наверное, не получится, но в принципе я вам расскажу, как готовится оливье праздничное. Именно как готовлю его я. Нам потребуются раковые шейки, то есть раки живые, да? Нам потребуется зеленый горошек, свежий мороженый, нам потребуется картофель, запеченный именно, морковка запеченная, огурец свежий, огурец соленый и перец болгарский. Для начала все овощи мы запекаем с тимьяном, с всякими разными приправами, которые вы сами захотите. Вкусы разные, можно испекать с чем угодно. Раки мы отвариваем порядка где-то полторы минуты. Во вкусной воде, то есть там лавровый лист, укропчики, всякие, да, травки, буравки, вот. Горошек мы зеленый баланшируем в сливочном масле подсоленном, порядка где-то 15 секунд, потом очищаем шкуркой. Шкурка сама слетает, то есть это у нас пойдет именно в сам оливье солдат. Прям мороженый просил? Нет, ну размороженый, да, и уже баланшируем, вот. Соответственно, понадобится домашний майонез, но это, в принципе, умеют уже, да, все делать, как-то, но это не секрет. Но есть такой маленький секрет, который мы добавляем в наш оливье, не майонезный домашний, не покупной, мы добавляем туда наш домашний айоли. на основе картофельного пюре, то есть запеченного картофеля белого. Соответственно, все. А картофель, а как вы режете, какая? Ну, где-то 6 на 6 миллиметров, то есть кубик. То есть это? То есть это вся нарезка идет по эталону, то есть из горошина должно быть нарезано. Да, да, я как раз хотела сказать, то, которое вписывается в горошин. Да, и я добавляю, то есть это свежий огурец и перец болгарский для хруста, то есть придает свой неповторимый такой вкус, то есть не обычный оливье, где вот эта мешанина вся, а именно хрустящий вкус. А шкурку с огурца вы снимаете со свежего? Нет, он у нас очень хороший, как бы мы с него не снимаем. То есть, ну, если огурец обычный, то придется, наверное, шкурку снять и семечки вытащить. И семечки вытащить? Да, и, конечно же, трем туда яйца, то есть не режем, а именно трем. Да, а на украшение используем перепелиные яйца. А вы трете и белок, и желток? Да, и белок, и желток трем, то есть в саму массу. Холодное? Холодное, нет, холодное, все холодное. А всякие секреты, типа того, что картошка, которая замешивается в оливье, должна быть горячей, это правда или нет? Ну, я не знаю, насколько это правда, но я лично режу все, то есть комнатную температуру. Комнатную температуру. А есть какие-то специальные рецепты для, не знаю, для картошки? Для картошки? Ее нужно варить в мельдиве? Мы ее не варим, мы ее запекаем. А, запекайте. У нас овощи все запеченные абсолютно. Все сложнее и сложнее. Ну, потребуется много-много времени, чтобы это все сделать, в домашних условиях. Ну, мы не ленинся, делаем, готовим. Может, я лучше к вам приеду? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.